Добрый день! Хочу поделиться сегодня с вами рецептом совершенно роскошного шампуневого мыла на инфузе лаврового листа и свежего алоэ вера, который я заготавливала чуть ранее, ссылочку оставлю, как это делать, есть видео на канале, и с натуральным шелком. Итак, в чем же отличие шампуневого мыла от обычного мыла с нуля? Отличие в составе и процентном соотношении масел, количестве пережира и за счет более высокого процентного содержания лимонной кислоты достигается лучшее кондиционирование волос. В процессе изготовления пройдемся по всем ингредиентам. Сейчас я отмеряю твердые масла, это масло карите или ши. В его можно вводить шампуневое мыло в совершенно небольшом количестве, у меня это 6%. Если сделать большой процент этого масла в шампуне, этот шампунь будет жирнить волосы. Но это масло замечательное, это природный ультрафиолетовый фильтр, показатель у него приблизительно 4. Масло отдает твердость, шелковистую пену, защищает отлично волосы, смягчающие и кондиционирующие свойства у этого масла есть. Следующий ингредиент у меня был масло какао. Его также нужно вводить в небольших количествах, у меня опять же 6% в шампуне. Масло в большом количестве может давать налет на волосах. В мыло обычное можно вводить до 15% в основном составе. Это масло замечательно подходит для сухой кожи и для мыл, который вы делаете детям. Следующее масло у меня было манго. Это дорогое масло. Оно у нас здесь приблизительно в 2,5 раза дороже даже, чем карите. Но мне очень нравится, как оно себя ведет в шампуневых мылах. Его у меня 13%. Следующее масло у меня кокосовое органик. В шампуневых мылах оно отвечает за очищение, поэтому его вводят в достаточно большом количестве. От 25 до 35%. И у меня его как раз 25%. Теперь я отмеряю дистиллированную воду. Так как я решила делать мыло с гелем алоэ вера. Алоэ вера можно растворять только в замороженном виде. И щелочной раствор таким образом получается у нас с невысокой температурой. А для введения натурального шелка нужна как раз высокая температура. Порядка 80 градусов должно быть. Поэтому у меня количество жидкости разделено. Алоэ у меня 145 грамм замороженного. И остаток жидкости 119 грамм я взяла водой дистиллированной. Дистиллированная вода должна быть, а не простая. Для того, чтобы у нас не было сверху на мыле содового налета. Да, кстати, полный рецепт будет выложен под видео в инфобоксе в граммах и процентах. Растворила необходимое количество щелочи в дистиллированной воде. Она пока у меня растворяется. Я делаю следующий раствор. У меня здесь будет гель алоэ вера замороженный. И необходимое количество щелочи я всыпаю и размешивая повышается температура и растворяет гель алоэ вера. Не нагреваясь. Если бы у нас была высокая температура, то гель бы перегорел. Это дало бы нам достаточно темный цвет, некрасивый в мыле. И часть полезных свойств алоэ тоже была бы утрачена. Алоэ является растением в золотом списке аюрведы для волос. У него потрясающие увлажняющие свойства. Алоэ дает отличный блеск волосам, выравнивает, сглаживает чешуйки. Теперь в раствор щелочи, который у меня был с водой, я всыпаю порезанный мелко шелк. У меня это был разреженный шелк. Можно также для этих целей пользоваться оконами шелкопряда. Или есть еще волокна шелка продаются. Некоторые мыловары используют хирургическую нить. В общем, любой шелк. Лучше всего, конечно, не отбеленный. Можно использовать. Теперь я отмеряю необходимое количество лимонной кислоты. У меня здесь ее 2%. В обычное мыло тоже кладут, в принципе, лимонную кислоту. В обычное мыло кладут ее поменьше, 1%. А в шампуневое мыло можно использовать до 3%. Да, шелка я не сказала вам, у меня здесь 4 грамма. В принципе, даже небольшое количество шелка даст вам совершенно невероятные, ни с чем не сравнимые ощущения от использования мыла или шампуней. При взаимодействии со щелочью шелк дает нам керамиды. И волосы получаются по внешнему виду как ламинированные. Блестяще ухоженные. Очень рекомендую в шампуневых мылах использовать шелк, если у вас есть такая возможность. Теперь я смешала 2 щелочных раствора. Также должна отметить, что при введении лимонной кислоты в щелочной раствор температура еще больше щелочного раствора поднимается и появляется еще больше испарений от щелочного раствора. Ни в коем случае нельзя дышать. О технике безопасности я в этом видео уже не говорю. Можно посмотреть предыдущее видео по мылу, которое я готовила. Там обо всем сказано. Да и в интернете достаточное количество информации, обязательно посмотрите. Теперь нам нужно будет сравнять температуру масел и щелочного раствора. У меня масла еще недостаточно нагреты. Я пока отставляю щелочной раствор. Он у меня немножечко остынет. Твердое масло я поставлю еще в микроволновку подогреть. И в это время буду отмерять жидкие масла. Еще несколько слов о проценте пережира в твердом шампуне. Для сухих волос пережир может составлять 5-6%. Для нормальных 3-4%. И для жирных волос 1-2%. Итак, у меня здесь будет подсолнечное масло, касторовое и оливковое. Первым маслом будет подсолнечное масло. У меня в рецепте его всего 6%. Вообще подсолнечное масло очень легкое. Оно отлично подходит для шампуневых мыл. Единственный его минус – это нестабильное масло. И ваш шампунь может быстро прогорклый запах появиться в нем. Если у вас есть возможность купить высокоолеиновое масло подсолнечное, то его можно вводить до 25-35% в рецепт. Это у меня касторовое масло. В рецепте у меня его 19%. В шампуневое мыло его добавляют до 20%. Это также отличное масло для волос. У меня они все замечательные. Все они мне очень нравятся. Но о касторовом масле, я думаю, вам не нужно говорить. Вы и сами знаете. Касторка прекрасно подходит для волос, для сильных волос, для быстрого роста, для укрепления. Касторку, если в чистом виде наносить на волосы, в принципе, касторка даже способна убрать седину, которая у вас имеется. Единственное, смывать касторовое масло достаточно проблематично. Его лучше смывать ржаной мукой, а затем уже пользоваться шампунем. И там одно-два намыливания, и смывается таким образом касторка хорошо. Сейчас я наливаю инфуз лаврового листа, который изготовила сама аюрведическим способом. Чуть позже на канале будет выложено это видео. Оно еще у меня пока не смонтировано. Этот инфуз был сделан на оливковом масле. Процент ввода в шампуневое мыло оливкой рекомендуется до 15%, но у меня в рецепте его 25%. По поводу лаврового листа. Лавр содержит большое количество витаминов и микроэлементов, дубильных веществ, кислот, эфиров. Лаврушка классно укрепляет ослабленные волосы, останавливает выпадения, снимает раздражение и зуд, лечит перхоти и сибореи, ускоряет обновление клеток эпидермиса, тонизирует хорошо и делает волосы отличными. Они становятся блестящими, гладкими, шелковистыми. Эфирное масло лавра, лаванды или иланг-иланга можно наносить на расческу и расчесываться каждый день минут по 5. И волосы ваши станут совершенно другого качества. Будут гуще и здоровее. Сейчас я смешала жидкие масла с твердыми. Теперь проверяем, чтобы температура щелочного раствора и масел была приблизительно одинаковой. У меня это 50 градусов. Сейчас я буду процеживать щелочной раствор через сито. Во-первых, для того, чтобы кристаллики щелочи или лимонной кислоты, если вдруг они не растворились, не попали в шампунь. И здесь у меня гель алоэ целиком был размолот. И здесь есть волокна, поэтому я его процеживаю. Вот так вот проминаю для того, чтобы максимальное количество жидкости ушло в масло. А твердую субстанцию я уберу. После того, как мы введем полностью всю щелочь в масло, мы должны будем размешать массу немножечко лопаткой. Потом будем размешивать блендером, включенным и выключенным попеременно. Если все время работать блендером, то масса очень сильно загустеет. Таким образом, мы будем доводить массу до следа. Но не толстого, а среднего. Еще у нас в мыло мы будем вводить молочную кислоту, которая дает эффект такого глянцевого мыла. Дает также дополнительно твердость мылу. Еще я вам не сказала, часть масел манго и карите по 50 грамм каждого масла. Я отложила отдельно. И сейчас я их растоплю. И после того, как смешаю масла со щелочью, я их введу. У меня мыло будет изготавливаться горячим способом. Обычно это делается на водяной бане до прохождения мыла гелем. Но я не люблю такой способ. Я закладываю мыльную массу сразу в форму и ставлю ее в духовку. Поэтому я сейчас доведу массу до так называемого следа. Сейчас будет видно. Масса должна быть не густой, достаточно пластичной жидкостью. Но когда вы поднимаете блендер, у вас на мыльной массе должны оставаться следы от капелек или от блендера. Сейчас это будет видно. Вот видите след. Это значит, что уже у нас масса хорошо эмульсифицировалась, хорошо смешаны масла. Сейчас я буду вводить лактат натрия. Это натриевая соль молочной кислоты. В мыло лактат натрия вводится 1 чайная ложка на 450 грамм масел. Если вы будете вводить молочную кислоту, то она вводится в щелочной раствор. Ее можно вводить до 3%. Еще одно я вам не сказала. Если вы будете вводить в шампуне или в мыло молочную кислоту и лимонную кислоту. Лимонной кислоты вводится в шампуне до 3%. На лимонную кислоту, на каждый грамм лимонной кислоты, нужно дополнительно давать щелочь. 0,6 грамм на каждый грамм лимонной кислоты. Молочная кислота вводится до 3%. 0,36 грамма щелочи на каждый грамм молочной кислоты. А лактат натрия мы можем вводить не в щелочной раствор, а после смешивания масел и щелочного раствора в уже готовую мыльную массу. У меня все тщательно смешано. И теперь я буду закладывать мыльную массу в форму дополнительные масла. Мой пережир я уже тоже ввела. Но это больше для моего самоуспокоения, наверное. Потому что не факт, что именно эти масла у меня пойдут в пережир. Контролировать, какие масла идут в пережир мы можем только в том случае, если у нас они вводятся после прохождения геля. Ну, я все-таки надеюсь, что у меня здесь будут ухаживающими маслами манго и ши. Я закладываю мыльную массу в форму. Затем ее нужно будет хорошенечко отстучать об стол или об пол, для того, чтобы все пузырьки воздуха вышли на поверхность, и у нас в мыле не осталось пустот. По этому рецепту мыло получается без использования красителей и ароматизаторов. Оно получается такого желтовато-зеленого цвета. Очень красивый цвет. И без использования эфирок или каких-то отдушек мыло получается с легким-легким ароматом лавра, который очень быстро уходит с волос. Остается просто свежий-свежий запах с легкой-легкой тонкой ноткой, почему-то цитрусовой. Даже не знаю, как это объяснить. Этот шампунь отлично пенится, отмывает волосы до скрипа, совершенно не пересушивая кожу головы или волосы. Волосы становятся шелковистые, послушные. Я думаю, вам этот шампунь понравится так же, как и мне. И вы будете им с удовольствием пользоваться. Ваши волосы станут совершенно другого качества. Я убрала в духовку при 75-80 градусах на 3 часа. Затем духовку выключила, и оно у меня простояло до утра. На следующий день я его порезала. Резать его лучше через 48 часов, оно будет более твердое. Очень надеюсь, что этот мастер-класс был для вас чем-то полезен. Вы для себя узнали что-то новое. Надеюсь увидеть вас еще на моем канале. Если остались какие-нибудь вопросы, задавайте в комментариях. Постараюсь ответить. Поделюсь любой информацией, которую сама знаю. Приходите еще. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...